Кость, ну, расскажи нам, пожалуйста, хороший ли это автомобиль или какая-то шляпа разваливающаяся? По моему мнению, не санофила, а это очень хороший автомобиль. А я думаю, нахом он такие трубы здоровые поставил? Сейчас все расходится. Вариатор, вообще не понимаю, как это работает. Что им вообще в голову взбрело в 2008 году? А давай, говорит, на вариаторах второе поколение Тианы сделаем. Зачем? А вот я хочу аварикой поморгать человеку, что мне надо сделать? Блядь, нашел. Почему только на вариаторах, да, братан? Ну, да, это же странно. Это очень странно. Чтобы, блядь, они хотели мопеды сначала делать. У них осталось много вариаторов. Сейчас будут разборки, пацаны и девчонки. Так, сейчас вот поедет ЛЦ-200. А следом за ним поедет Гранта. И Гранта будет его преследовать. И сейчас будет с ним разговаривать. Ну-ка, ну-ка. Так, он говорит, ты что, дура? Э, ты что меня там поджал? Э, стой, говорит. А он ему говорит, ты что на своей вообще залупе рыкаешься? И тут, блядь, братва на приоре уже подъезжает. Говорит, слышь, ты что, говорит, хуй лопан? А у него Грант это драйв актив. Ну, а как по-другому? Он видишь сам какой человечек-то? Дерзкий. То есть, только что чувак на Гранте напихал чуваку на Лексусе? Ну, посмотрим, что из этого получится. Сейчас. Так, смотри, приористы-грантисты не дают проехать Лексусу. Ой-ой-ой. Или что это? Ну, я не вижу, блядь, это 200 просто, да? Они прямо в коробочку? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Смотри, смотри. Да, сейчас будет просто впервые в жизни. Дорожные войны. Все, отстал он, типа, короче. На улицу Дубровинского произошло происшествие. Помнишь там, ву-у-у? Да-да-да. За рулем Гранты Drive Active, которая принимала сейчас Лексус, сидит чувак в очках. Вот такой? Да. Понимаю. Но он просто не рассмотрел, что за тачка. Да, он вообще такой просто. Не рассмотрел, что за тачка. Смешно. В источнике Александр прикольный, подобрал, мне кажется. Да, у цыган где-то взял. Стандартная шубочка, а? Классическая. Да-да. Слушай, ну, динамика присутствует, да? Да, никакой, на хуй. Потому что, блядь, мы тут активно в повороты заезжаем только. Так кажется, да, я знаю. Ну, мне кажется, что... Я тоже бэкбёр по гороскопу, блядь. Корды все ушлёпанные были просто, ну, в тряпке, блядь. К Камри, блядь, приезжаю, короче, к Типуон. Вообще ничего не красилось, вообще ничего не красилось. Я такой, давай, давай. И вот эти, знаете, толщиномеры, поплотки, которые, ну, цепляются там. Я просто тыкаю, а там, блядь, как будто карбоновый капот, нахуй, который вот просто не прилипает. Я говорю, ну, то есть вообще не красится, блядь, ну, я не видел. Давай так вот, не будем грацовать, вот в 60-ти, прямо вот, блядь, нога может на улицу даже выскочить, я так сильно давлю. Не, ну, обогнать по трассе этого достаточно, брата. Кого обогнать, блядь, Каму? Салют, блядь. Ну, вот какой-нибудь грант, 14, как бы я сейчас обогнали. Можно я скажу, как мне сидится? Это лучшее заднее сидение в моей жизни, несравнимое, на котором тебя не чпокали. Пошел ты, нахуй, серьезно. Очень, очень хорошее заднее сиденье, я понимаю, что, конечно, где-нибудь, опять же, в том же LX, да? Но, кстати говоря, вот с GS я могу сравнить, в GS хуже. Да? Да, отвечаю прям. Давай по мягкости, это пятерка Жигули или нет? Это лучше. Лучше? Да. Насколько? Ну, типа, ты же понимаешь, что это высшая планка? Ну, мне не такая, блядь, экспертная жопа, братан, что-то... Экспертная жопа, это будет новая рубрика. Ставь лайк, если хочешь, чтобы была новая рубрика с Артемом. Экспертная жопа будет называться. И там он будет садиться не только на сиденье. Главное, чтобы не эксперт по жопам, да, так сказать. Да, справедливо. Вот это, кстати, фигня, если ты любишь возить пьяных друзей, это просто, это такой пиздец. Страшная вещь, да? Это, блядь, это там сзади начинается накидывание музыки, включение какого-нибудь, шляпы, оры, крики, там что-нибудь. Понимаю. А вообще, это мотор какой? VQ25DE. VQ25DE. DE, да. Ну, получается надежный мотор. Да. Очень надежный мотор. Понимаю. Много раз брал премию лучший мотор года. Да, это что? На разборках, блядь? Я читал, что они придумали самозатягивающуюся краску, самозатягивающуюся краску японцы. И рассчитывали на то, что при попадании мелких камушков краска, типа, будет сама потихонечку что-то как-то мутить. Мне кажется, что они придумали пиздобольство. Просто, прикинь, они же не знали, что у нас, блядь, посыпают камнями дорогу зимой. Понимаю. А ты не боишься ее оставлять во дворе нигде? Это канал у меня на стоянке стоит. На стоянке стоит? А то цыгане придут за ними, блядь, рано или поздно. Что ты планируешь приобретать после этой машины? Какой-то, это же, блядь, тупиковая ветка развития, типа. И добавлять денег не хочется, потому что получишь примерно то же самое за все остальное. И как бы и в сторону куда-то уже отходить тоже смысла нет. Ну, как бы хотелось вот такой же автомобиль примерно взять. Но... Чего-то я с налогом не знаю. Здесь получается... О, братан, все. А, нет, это штаны. Футболка вечно. Сколько здесь налог? 5,5-200. 5,200. А там 32, да? 34. 34. 34. Пусть ты стоишь, правда. 34. Ой, нормально. О, рубль. И пошел. И что еще можно сделать? Ну, если еще дальше. Нихуя какой звук. Разгримитизация. Это все? Да. Ну, то есть, титька не потрясешь особо. Жалко. Тут мало места. Ладно, мы его один раз обратно. Куда вы все лезете, ебаные горе. Мотоциклисты, BMW-сты, блядь. Критисты, китайцы, нахуй. Все едут, блядь, куда-то. Может, собрание какое-то пропускаем, братан? Ты, может, ГЭС ебнул. А что происходит? А куда мы все прут? Я, к примеру, типа, трех с половиной, что я, может, побоюсь брать. А что тут бояться-то? Нажал, да поехал. Это с твоим стажем. У тебя уже сколько? 11 лет? Да. У меня ноль. 11 лет? На таком говне, блядь. Просто, типа, там... 11 лет рабства, есть фильм, да? А у тебя год за пять, блядь. А вот Саша рассказывает, он состоит в клубе Nissan Tiano, там 30 человек. Естественно, блядь, откуда их-то может быть больше. И там, говорит, никто из 30-ти владельцев, да, кто из 30-ти владельцев на вариатор не жаловался. Вот, имеете в виду, мы вам даем такую статистику, такую информативность, ребят. Есть по России клубы, там, вот я состою в ВКонтакте, там 14 тысяч членов. Я не вижу, что там вариатор прям жаловались. Или там, attention кричали. Вариатор. Это условие приема в клуб. Да-да-да. Да-да-да. Первое правило клуба. Никогда не говори про вариатор клуба. Кстати, я не состою в этом клубе, где 30 человек. Типа за упоминание вариатора бан. Ты замечаешь, что когда мы проезжаем вот эти вот стыки, у нас жопа уведет вправо-влево? Да. Это из-за колес, да? Это, особенно с подвески, мне кажется. Мне даже как-то парень на парковке подходил с такой же 2,5 Татьяны. Говорит, у тебя тоже, говорит, на стыках жопу качает? Или вот, которая по трассе, я говорю. Я бы с таким вопросом никогда не подошел к мужику. Вот сейчас прям сильно. А здесь Пакферсон, я хочу задать вопрос, странный может быть. А зачем машине нужен датчик дождя? Ну, чтобы дворники там удобнее работали. Ну, смотри, недавно дожди были. Бать нахуй, Артем Сергеевич, ты, конечно, персонаж. Днем дождь был такой тупой, когда нужно было вручную скорость регулировать. Потому что то идет, то не идет. А датчик дождя тебе сам скорость регулирует. А зачем нужен уровень топлива в машине, Артем? Ну ладно, что ты. Мы тут узнали от Константина, что у них обучаемый вариатор. Учитель, скажи, пожалуйста, как это происходит? То есть вариатор... Спасибо! Такая должна... Если рассматривать эту тачку для приобретения, на что нужно обратить внимание? На Камре 3.5? По-хорошему бы, да? По-хорошему бы, да?